Какие критерии оценки по нашей успешности? Или когда весь мир говорит об экологии, о том, что не надо закружать окружающую среду, может быть, велосипед – это признак успешности, а не автомобиль, понимаете? Или, допустим, в чем успешность? В том, что у тебя есть квартира большая с видом на улицу Красную, но тоже сомнительный вид успеха, потому что, ну а вдруг ты передумаешь жить в Краснодаре, вдруг тебе надо будет, ты захочешь пожить у моря. Ну не знаю, ты более привязан и ты менее мобилен, когда у тебя есть уже такие якоря, как там вот квартира, дом, еще что-то, и ты теряешь свою свободу, это успех, когда ты не свободен? Мне кажется, нет, большие деньги не делают людей счастливыми, людей делает счастье внутренний мир, понимаете? И это ошибка, которую молодые люди говорят, что да, вот успех – это когда у тебя там есть деньги, есть там все на свете. На самом деле нет, я знаю очень много богатых людей, которые несчастные, и мы видим вот примеры там тех же, кто там недавно покончил жизнь самоубийством, владелец метро, Cash & Carry, ну вот, всего мира. То есть успешные люди абсолютно, ну по меркам вот наших там молодого поколения, что они богаты, компания по всему миру, что еще желать. А вот нет любви в жизни, понимаете, нет счастья, и все, человек несчастен, с богатствами, с миллионами, с миллиардами. Точно так же ты видишь более счастливых людей вот среди художников, которые там не озадачены, может быть, миллионами, миллиардами, и не ходят каждый день на работу, но они абсолютно счастливы, и ты смотришь, чем они увлечены, какие у них там рождаются коллекции, или над какими они материалами работают, и ты понимаешь, что ты вот не успешен, а они вот успешны. Вот у меня есть подруга одна, она мать двоих детей, причем такая вот мать-мать, она готовит каждый день им на обед одно, на ужин другое, она с ними запускает кораблики бумажные, я даже не могу их сложить, она с ними занимается языком, она водит их на все кружки, у нее замечательная семья. Я к ней приезжаю, рассказываю ей о своей жизни, она говорит, какая у тебя интересная жизнь, ты путешествуешь, у тебя там такие люди, невероятные встречи, ты вообще, ты состоялась, у тебя фирма. Я говорю, мне кажется, что ты, ну, у тебя более интересная жизнь, чем у меня, ты видишь детей своих каждый день, ты видишь, как они растут, ты видишь, как они развиваются, ты знаешь, как делать бумажные кораблики, чего не знаю я, извини меня. В общем, я понимаю, что, она говорит, ты правда, слушай, я даже вот и не думала, что у меня такая классная жизнь. И мне кажется, что это вопрос того, чтобы быть честным с самим собой, сказать, да, у меня такая жизнь, я ее сама выбрала, и она мне приносит удовольствие, любая жизнь. Ты в карьере или ты не в карьере, ты дома, ты в семье или ты с детьми, или ты один, или ты с кем-то, это твоя жизнь, ты ее сам выбрал, и ты должен быть, гордиться ей и быть счастлив. Если это не так, то что-то меняет тогда в этом случае. Субтитры подогнал «Симон»